Давайте я начну. Расскажу про Сизева Дмитрия Владимировича, который 20 лет назад начал заниматься каратэ, спортсмен, закончил ЦПГУ по специальности рекламы следствия общественного суда, если не ошибаюсь, заместитель руководителя общественной организации Ассоциации органов территориально-общественного самоуправления. Спасибо. 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 Семена коми. с аналитикой связи с общественностью и заместитель председателя общественной организации «Экологи в городе». Самина Дорина знает, немного меньше чем я. Вот внутри. Я хочу ставить свои пять копеек. Во-первых, с Александром мы познакомились в 2012 году, когда начали организовывать проект «Молодые экологи в республике». Год молодежи шел, и тогда очень много людей перезнакомилось, и активных инициативных, на тот момент времени нам попался человек, который бегал по городу, приставал к администрации, давайте посадим аллеи молодоженов. Администрация его отправляла в разные направления. Надо было в ЭЖ выехать. Мы в итоге приехали в ЭЖ. В итоге аллея была посажена в ЭЖ на день ЭЖ. Точно. Да. И с тех пор, когда мы вместе искали места для посадки, и вообще саму структуру этого мероприятия, я думаю, с тех времен мы вместе. Мы оказались в одном струе. Александр очень быстро загорается, очень активно. Здесь он паровоз. Мне придется о девушках сказать несколько слов, поскольку неудобно будет. Значит, Света. Ну, я лечу, да? Лечу, конечно. Света уже профессиональный социальный бизнесмен. Значит, и оказывает помощь, так скажем просто коротко, людям, которые уже, ну так, зрели. Поскольку эта помощь очень нужна, и она актуальна. Во всем мире этот вопрос решается. Вот. Она привлекает для этого, значит, землю, земли обетованное, да? Там, значит, я правда коми, видите, не смогу объяснить. Вот. Ну, в принципе, понятно, да? Готовь. Людмила тоже уже готовый социальный бизнесмен. Она помогает нашим братьям меньше, да? Это жирность, которая оказывается бездомной. Значит, проблема настолько серьезная, глобальная. В мире этой проблемы вроде нет, а у нас в России почему-то и есть. Думаю, что вот мне очень повезло. У нас будет, значит, и чистый, и все будут, в общем-то, все ухоженные, все будут внутренне. Да, да, да. А это Михаил. Мою папу. Да, он у нас, значит, в работе на пенсии. Но он в активном поиске, вы же, себя примените, ему необходимо, да, мы обязательно это учтем. Он с 80-х годов занимался бизнесом, да, в России. И сейчас основной вопрос, который он здесь поставил, в чем, собственно, разница обычного бизнеса от бизнеса социально ориентированного. Вот это его задача, и мы, значит, нам это всем будет полезно уже узнать. Михаил, а бизнес в каком? А он не пиздаем. Да нет, но я думаю, как-то. Было, было. Было опыт-то. Везде? Разносторонний. Все, что можно было. Он потом вам расскажет. Технологии, научная техника. Значит, мы по соседам по партии Евгением пообщались. Нашли немножко о нем расскажу. Он ученик, как всего, третьего курса ГИМО, то есть муниципальная и государственная службы. Значит, это говорит о том, что он работает на перспективу, учится для того, чтобы работать в муниципалитете или в государственной какой-то службе. Так сказать, обучение составляет 80 тысяч в год. Когда я учился здесь, для меня это шок. Я приходил съездить на север, в актами работать, чтобы закончить академию вторую. А тут 80 тысяч. Мне пришлось бы там вообще не приезжать. Значит, мы нашли с ним общие для друг друга темы и некоторые разогласия. Значит, общий у нас это спорт. Ему нравится спорт, мне нравится спорт. Но у меня еще, кроме спорта, это дети. У меня четверо детей до 18 лет. Он сказал, что к нему приходит племянник, 7-летний. Ему вот этого хватает на спорта. Вот ну, как бы на этом все. Все, что я узнал у Евгения. Спасибо. Моего коллегу по партии зовут Иван. Пообщавшись, мы закончили тоже академию вторую службу в 2009 году в юспруденции работать юристом в Световказской фунтке Эпофии. Ну, как уже сказал, увлекается спортом и воспитанием детей. Хобби такое. Детей воспитывать. Да. Ну, рад себе. Вот так. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисментами, цветоводством приносит в этот мир красоту и доброту. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. 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 В прошлом он специалист информационных технологий. также увлекается путешествиями, аплодисментами. И фотографией. Фотографией, да. так оксана юрьевна я ее знаю исходя из родителями ищущий творческий человек она является по профессии дизайнером различных отраслей но и какой-то степени у нас и наличается совместный проект по поводу активизации работы совместно театром моды вот то что связано было с первым выступлением где выступала галина яична и евгения анатольевна наша организация называется сплав спортивно-профилактика лечебная ассоциация волонтеров это одна из ассоциаций другой стороны ассоциация это сплав души ума и тела в то же время здесь могут быть другие различные ассоциации по крайней мере у нас в уставе прописано деятельность тоже все что не запрещено законом можем заниматься и в какой-то степени я благодарю за организацию сегодняшней школы и такой возможности познакомиться с друг другом для того чтобы мы могли друг другу быть полезны спасибо проучились 5 лет в известном институте это александр валерьевич молотов вместе с ним учились как вы уже поняли сейчас он является индивидуальным предпринимателем у него свой бизнес он решил не покидать специальность и теперь он изготавливает мебель это руслан искандар общественно он в этом году ушел на общий выгу организация отель если кратко организация занимается различными социальными различных сантиметров в общем действует также руслан многодетный отец 4 ребенка занимается спортом мотокроссом его главная мечта установить памятник семье выжие не замужем информация ассоциация территориальной ассоциация территориальной ассоциация территория но да да общественное самоуправление они очень помогают подготавливать грантовые проекты то есть одни из первых просто стилей просто пристигали давайте участвуйте давайте участвуйте так так я ну благодаря ему и выиграл один проект уже на самом деле у меня три проекта было в этом году несколько выигрались ну там не от меня тоже ну вот один мой при том как от частного лица то есть я не регистрировал такую организацию выиграл в Санкт-Петербурге Людмила и Анна очень терпеливые когда я первый раз писал проект это просто ну там куча ошибок это надо все разжевать разжевать сказать чтобы донести так чтобы понятно было там что-то не получается просто это две девушки которые настолько терпение у них ума и сообразительность спасибо большое я хочу представить вам всем я думаю все уже за мной знают вот аппетитова Анастасия Владимировна это человек с которым мы познакомились буквально недавно мы в течение года общаемся но мы все на одной волне как и со многими здесь то есть да могу сказать и только хорошее но если говорить об Анастасии Владимировне я хочу сказать что она возглавляет детский центр Кропа это ее некий бизнес ну мини ясли для детей раннего возраста еще могу сказать что это педагог учитель логопед в двадцатилетнем стаже в бизнесе она с 2009 года правильно говорю да и вот именно об этом человеке можно сказать что ее хобби превосходили вот вот а вот спасибо спасибо аплодисменты потому что я могу рассказать что это замечательная мама во первых у нее две замечательные девочки пока две я так понимаю что здесь традиция четырех детей у меня внук четвертый так наконец догоняйся мы сражаем вас когда мы знакомились Ольга Васильевна была как раз руководителем центра инноваций социальной сферы в настоящий момент она передала эти полномочия Дмитрию Владимировичу и является руководителем организационного отдела и в день документации КРАКСУ в Академии госслужбы чиновник вообще с многолетним стажем но тем не менее она не загостенела так я слышу она вообще очень замечательная такая зажигалочка очень теплая комфортная очень оптимистичная от нее прямо брышит вот эта энергия она умеет зажечь умеет повести за собой организатор великолепный поэтому вот она вот такая какая и есть мы все ее знаем и любим посидать будем делать так пошли комментарии Академия как человек который работал под в том числе руководством Ольги Васильевны я могу сказать что такого рода профессионалов не хватает в любой организации и бывший руководитель Ольги Васильевны сейчас рвет на себе волосы особенно в связи с недавними перестановками такой человек был бы отличным буфером и вообще касательным клубом я вижу столько заинтересованных людей молодцы что вы пришли что вы нашли время мы будем работать действительно очень плотно и много с вами со всеми еще хочу сказать что на этот период времени прошу вас не расслабляться назначены очень много мероприятий в том числе мы планируем Змитрием Владимировичем совместно провести форум социальных предпринимателей первый форум социальных предпринимателей в республике и вот именно вас мы уже приглашаем уже именные приглашения будут направлены из каждого список здесь да потому что будет очень много круглых столов и различных мероприятий которые в рамках этого будут проходить так что будем работать Ольга Васильевна можно я еще два слова я знаю чтобы говорить и говорить с какого момента вообще вы прикоснулись к октябре 2014 года я знаю что это круглосуточно не спать жить нашими идеями и всем и то что сегодня случилось это мечта которая в год реализовывалась по маленькому шагу как бы я поэтому поздравляю Оле вас и спасибо большое что он здесь потому что она мечтала что приедет в Томск спасибо нам на самом деле очень приятно быть здесь потому что у нас контакты завязались и мы тоже очень надеялись приехать поработать познакомиться потому что на самом деле я прошу прощения что я отнял немного времени у вас но так предваряя уже подведение итогов хочу сказать что на самом деле очень приятно когда собираются в аудитории люди очень близкие по духу по восприятию этого мира по готовности что-то менять поэтому конечно нам всегда очень приятно когда мы знакомимся с новыми партнерами знакомимся с новыми территориями ведь каждая территория особенная всегда очень интересно бывает посмотреть а что же может получиться ну а мы сегодня немножко из этого покажем пожалуйста всем добрый день меня зовут Нидеркова Валентина я одна из самых молодых но немного о себе я студент будущий так сказать педагог значит из своего опыта то есть я в молодежном парламенте республики Коми из Тюмского района полтора года я работала в госсовете помощником депутата ну и так в принципе еще много общественных организаций с которыми я сотрудничаю либо я состояла о которых очень долго рассказывать а так в принципе мне очень интересно сейчас в таком мероприятии в такой школе я думаю это будет как минимум полезно для общего развития я пожелаю всем платформой работы комментируют про Валентина можно просто мы здесь сотрудничали я же говорю год молодежи 2012 он дал очень много и одно из них это знакомство с Валентиной а на тот момент времени мы очень тесно сотрудничали с молодежным парламентом и вот аллея молодоженов аллея молодежи посаженная в Эжве она была сделана при их поддержке в том числе и и волонтерской и ресурсной кроме того Валентина работает с вожатыми по моему у тебя комитет вожатых да по пединституту был вожатые республиканские студенты в студенты то есть человек очень активный и на месте не стоит и каждый раз развивается и очень интересно с ней работает дошел он все равно что-то представлял да кто-то ожидал от этой встречи от этой школы на что-то надеялся вот сейчас с я попрошу вас поделиться вашими ожиданиями от работы в этой школе что вы хотели бы получить как результат в этой школе мы будем писать все что вы будете говорить да 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 и в конце посмотрим да Дмитрий а вы до 25 числа сохраните ну я сразу уже сокращенно напишу школа специального предпринимательства да пожалуйста кто хотел бы начать пожалуйста ну можно не выходить уже чтобы мы на это время не взяли спиной неловко я все равно думала мне повезло год назад была Надежда Куликова Оля Штенберг приезжали как раз запускали циск а у меня полгода уже существовал музей и выбор где быть как и с кем новый проект цены на рекламу ужасные я выбирала тот способ методы как дотянуться до каждого и у нас уже были шаги мы уже помогали как бы и когда я увидела что то что накоплено у меня было с годами называться социальным предпринимательством как бы да читала твердость мы прошли путь годовой на 700 тысяч раздали сертификат потому что прежде чем рекламу заказать надо понимать на что ты будешь ее заказывать денег стартующего проекта не было мы выбрали этот социальный путь сделали сертификат отработали очень хорошо год с олимпией ну и очень много там сфер всяких к сожалению государственная система нас не поддержала ни министерства образования никто не отозвался да на мои просьбы там прислать какой-то план мероприятий я услышала честно от чуракова через год что оказывается этих планов ни у кого нет и он может в пятницу мне на следующую неделю как бы сбросить да поэтому мои ожидания от этого когда я попала в Попечевский совет детского дома я понимала что есть проблема оказывается и у детских домов мне казалось что все организовано есть там ассоциация Попечевских советов и все шоколадно как бы да и стала приглашать своих друзей предпринимателей участвовать в этом сейчас мы провели 25 лет юбилей как бы этого детского дома да главмедиа ребята которые сделали на стену испытывали эмоцию благодати что они помогли что это попало ну как бы вот в нужное место да и еще тысячу спасибо мне сказали за то что они были приглашены были к этому причастны поэтому мои ожидания как сделать так чтобы республики знал каждый предприниматель потому что мы уже готовы отдавать да и показать этот социальный путь продвижения бизнеса как раз и взаимодействуя со всеми сферами и с общественными организациями у нас был тоже опыт мы делали член правления сахарской ассоциации многодетных мы делали юбилей для ассоциаций многодетных к сожалению панорама столицы очень упиралась когда они подлить статью что было на территории музея занимательных наук это мероприятие на которые мы 65 тысяч потратили чтобы это было здорово и достойно пригласили там и властные структуры и общественность поэтому мы так за 4 дня успели пройти только первую тему я хочу чтобы это было масштабно и чтобы школа как раз систематизировала помогла и общественным организациям в то же время показала бизнесу куда складывать как продвигаться систематизация опыта наверное да вообще и регионы я думаю что это продвижение региона в первую очередь так ну давайте по порядку да коллеги я вас прошу скажем сухой остаточек пожалуйста одно-два предложения договорились пожалуйста меня девушки уже не ставили вопрос который был поставлен озвучен пытаться понять отличия значит законодательство которое значит распространяться на социальное предпринимательство и как оно ложится на законы РФ по предпринимательству и конституции я думаю спасибо что для вас вот какой результат вы ожидаете для себя от участия в этой школе я их ожидаю 3 так хорошо первый все-таки это проект есть некие проблемы у каждого человека с формированием проекта второе это возможно команда потому что действительно проблема сейчас ну все понимают особенно с руководящими должностями и третье возможно это финансирование то есть инвестиции что касается законов прочей штуки это все достаточно открыто а вот именно эти три пункта на мой взгляд они самые такие сильные которые достаточно сложно оценить и подобрать спасибо задача значит оформить в проект одну идею образовательных семинаров для конкретно для работников занятых в государственной сфере для социальных работников это первый и второй момент значит я хочу понять какие проблемы могут нет давайте какие преимущества будут у значит социальных предпринимателей либо организации занимающихся социальным от государства возможно налоговые будут какие преимущества какие проблемы могут возникнуть потому что я сейчас вижу шорка проблем школа такой должен можно мне тогда что я нахожу бизнес тренеров которые готовы и смогут внести свои идеи в массы для последующего тиражирования не только в республике но и в другом то есть я ищу здесь бизнес тренеров преподавателей в сфере социального предпринимательства в своей именно в нашей в нашей в нашей в нашей и прочее и более создание киска новых связей да укреплений создания создания укрепления связей так следующий дальше на сегодняшний день в россии именно создание механизмов связей между социальным бизнесом и властью и как раз это вот к вопросу о том что действительно социальный бизнес вроде бы должен быть бесплатным да здесь как раз вот именно подтягивание ресурсов власти помощи социальным бизнесом на сегодняшний день это не разработанная абсолютно сфера я расскажу чтобы сразу же далеко не уходить от этой темы я расскажу как выстраиваются эти отношения у нас да и заодно платные или бесплатные эти отношения проект идет на улучшение качества жизни людей людей в трудных ситуациях социально незащищенных людей и мы с этого еще смогли заработать и получить себе доход то значит наш проект эффективный и сработал а если мы получили доход и проект не сработал ну извините это уже ну я думаю до этого у нас в любом случае не дойдет так пожалуйста следующее ожидание увеличение эквенской базы повода что подмирить 25-25 проектов им нужно не спичь и и и на мышц понятно понятно то есть вы будете считать столы и столы которые нужны будут остальным участникам да сразу и мне нужна стойка в кафе так все бизнес начался пожалуйста следующее ожидание поиск новых идей поиск новых идей поиск новых идей развитие для зоозащитных организаций и переведение уже до логического результата результата новое пути развитие развитие зоозащитных организаций поиск новых поиск новых улучшение качества жизни в регионе как улучшить да если этим заняться и будет очень много проектов по республике то естественно качество жизни улучшится вот это тоже очень важный подход сейчас когда будем знакомиться я поподробнее буду рассказывать о проектах ну что ж коллеги вот те ожидания которые у нас с вами есть я думаю что большую часть этих ожиданий мы действительно сможем с вами ответить на эти ожидания уже частично на этой первой сессии начиная буквально со следующего семинара нашего потому что как раз пойдет темы связанные с тем что такое социальное предпринимательство как получать и что означает прибыль для социального предприятия мы будем знакомиться с вами с опытом других территорий какие проекты там реализуются каким способом вообще изменять социальную среду региона ну и конечно новые идеи новые знакомства партнерства знания в том числе будем вести речь о том о той законодательной базе на основе которой работает социальное предпринимательство перенимать опыт да новые идеи у нас будет целый семинар мы будем с вами работать в режиме мозгового штурма будем шуметь кричать придумывать критиковать отвергать и находить что-то новое все это у нас с вами как раз ожидать ну что я поздравляю вас с началом работы с открытием школы социального предпринимательства я думаю по этому поводу стоит выпить по стаканчику сейчас начнем с знакомства с тем что представляет для себя социальное предпринимательство на примере нескольких проектов мы посмотрим с вами несколько сюжетов которые будут касаться работы школы которые будут касаться работы социальных предпринимателей посмотрим отдельные проекты как они реализуются и наша с вами задача будет заключаться в том чтобы по окончании знакомства с этими сюжетами мы с вами могли обсудить вопрос что же такое на ваш взгляд социальное предпринимательство вот на основе тех примеров которые есть нам с вами надо будет определиться с этой позицией чем же отличается вопрос чем отличается социальное предпринимательство от предпринимательства обычного с одной стороны а с другой стороны чем социальные предприниматели отличаются от социальных проектов от проектов некоммерческих организаций да то есть нам вот эту разницу надо увидеть и мы с вами после этого наши разговоры по ходу нашей работы я буду комментировать некоторые сюжеты потому что они помогают нам понять как происходят на самом деле эти изменения основанные на работе Омской школы я думаю да можно свет выключить не более что писать чтобы нам сейчас ничего не надо и начнем с сюжета про саму школу и имеет свою авторскую технологию и работает во многих регионах России и сегодня проходят одновременно сессии трех школ девятого набора школы социального предпринимательства первой студенческой школы социального предпринимательства и завершающая третья сессия у тренеров по социальному предпринимательству именно поэтому сегодня здесь объединяются два потока слушателей потоки слушателей которые к нам приехали из республики Алтай совершенно новое направление для нас которое в этом году развивается это студенческое предпринимательство то есть работает школ социального предпринимательства для студентов и третий поток это поток слушателей школ социального предпринимательства из муниципальных районов Омской области за счет туризма за счет возрождения народных промыслов ремесел и будущее я думаю отчасти будет за ним Ирина руководитель мастерской народных промыслов о том чем должен руководствоваться социальный предприниматель узнала на выездном семинаре школы проходившим в ее родном районе а организовал и провел семинар омский центр инноваций социальной сферы находясь здесь вы уже понимаете что нужна очень сильная идея именно от этого будет зависеть насколько будет большой ваших приходов какие знания навыки вы будете применять для реализации своего проекта и от того насколько вы проявите себя как лидер проекта дело в том что территория области достаточно протяженная с севера на юг около тысячи километров находится и очень много людей пожилого возраста остаются в условиях ну скажем так далеких от комфортных это маленькие села это поселения которые удалены от райцентра и далеко не у каждого из этих пожилых людей есть поблизости родственники что такое сибирская зима ну я думаю что вам не надо об этом рассказывать да и очень много людей вот такого возраста они просто уже не имея возможности самообслуживаться ведь это зима это снег зима это печка это дрова это вода проблема очень много таких вопросов и решение которое наши предприниматели предложили это решение для создания частных пансионатов для пожилых людей самый первый пансионат у нас открылся и вот сюжет который вы сейчас посмотрите это сюжет двухлетней давности сейчас там уже полностью отремонтировано все сейчас если это первое первое когда они открывались не было никакой помощи вообще и открывали на собственные деньги наш энтузиаст Женя Филиппов открывал этот пансионат он был полностью платным то есть пребывание в этом пансионате было 10 тысяч рублей для каждого участника но понятно что сумма не для всех подъемная да тем более если люди живут на одну пенсию не всегда это было доступно вот прошло два года что изменилось за это время когда мы показали что вот можно решать вопросы таким путем мы провели переговоры с министерством труда и социального развития Омской области впервые это я к тому что если ты что-то делаешь можно пробивать вещи и принимать решения о которых никто может и не догадываться впервые в Омской области было принято постановление правительства Омской области о субсидировании пребывания пожилых людей в частных пансионатах то есть вот уже полтора года в таких частных пансионатах за каждого человека который там проживает из средств бюджета регионального бюджета компенсируется 14 тысяч рублей то есть сегодня условия в частных пансионатах для проживания они полностью такие же как и в государственных то есть 75 процентов пенсии плюс остальной компенсации при этом посмотрите что получается очередь вот когда мы начинали эту работу очередь в такие учреждения в Омской области составляла более 300 человек то есть люди готовы были хотели но просто некуда было не хватало места бюджет тратит на одного пожилого человека находящегося в государственном учреждении 31 тысячу частному пансионату они компенсируют 14 тысяч и посмотрите мы буквально за два года эту проблему в Омской области закрыли полностью сейчас в Омской области нет очереди в пансионаты для пожилых людей бюджету выгодно представьте это только содержание 31 тысяча а ведь еще надо было бы и построить такое учреждение представляете бюджет если 300 стояло в очереди они же на них не затрачивали как бы прошли этот барьер а тут бюджет на умножить на 14 бюджет бюджет то тратится а очереди то нет проблема то решена в любом случае им приходилось бы на это тратиться потому что надо бы либо свои государственные открывать учреждения либо воспользоваться услугами частных пансионатов на самом деле очень много идется подавляющее большинство помещений это бывшие школы школы которые раскомплектовали и они висят на балансе у муниципального бюджета их и закрыть в смысле школьников развезли всех здание осталось здание деревянных нет здание кирпичные кирпичные да они полностью соответствуют они в хорошем состоянии но они висят на бюджете его надо содержать его от отопления не отключишь это для муниципального бюджета головная боль такая что а здесь так они же должны за это аренду какую-то платить вот тоже очень хороший вопрос дело в том что муниципалитету выгоднее выгоднее отдать в аренду на 49 лет они там ну везде по разному им выгоднее отдать бесплатно это помещение потому что они же тратят на содержание это а когда у них забирают здание когда у них поддерживают это здание в рабочем состоянии когда они создают рабочие места в этом поселении для тех же людей когда приезжают пенсионеры это и идут доходы в бюджет местный то есть в этом случае выигрыши остаются все и когда у нас пошла вот это когда появились первые такие частные пансионаты они вызвали очень большой интерес у нас главы районов они приезжали они все говорят у нас конкурс дай сделайте нам такой у нас этих зданий полно причем не обязательно же в райцентре это надо это может быть в селе в любом селе где есть хорошее помещение совершенно верно и у нас валом пошли проекты по вот в этом направлении после чего нам министерство труда говорит ребят все все у нас уже некого некого расселять если вы хотите этим заниматься открывайте но мы вам больше помогать не будем пансионата для пожилых людей нет еще и года но уже сегодня он востребован в настоящий момент идет ремонт помещений второго этажа так как получив дотацию от области здесь число проживающих увеличится в разы для отдаленного поисковского сельского поселения приход предприимчивого амича с целью открытия в пустующем уже три года зданий школы социального учреждения большое и значимое событие ведь теперь во-первых у здания появился арендатор но самое важное это открытие здесь пансионата для пожилых людей что придает селу иной статус есть у нас такая притча или поговорка та нация тот народ который не думает о старшем поколении он вымирает поэтому нашелся человек который вкладывает деньги вкладывает свои силы для того чтобы бабушкам нашим живось лучше я считаю это очень прекрасно сегодня в пансионате проживает шесть женщин и один мужчина у каждого своя комната здесь имеется все необходимое новая кровать стол тумба светильник шкаф свой умывальник просторные коридоры оснащены специальными периодами мы софинансируем бюджеты и расходы практически будет примерно такое же количество поэтому мы сокращаем расходы бюджета и расходы